Мы очень рады, что в этом шарфике в середине рабочих вы нашли несколько минут, чтобы прийти на презентацию проекта МЖК 1080. Для нас он очень долгожданный, долго вынашиванный. Мы надеемся, что по 2 сентября в Еридентантре откроются две замечательные выставки, которые помогут нам всем понять, что это за явление и вообще как за всю историю человечества люди объединялись для того, чтобы жить вместе, и что из этого получалось. На наш взгляд, этот проект МЖК 1, где мы сейчас с вами все находимся, один из ярких и хороших примеров того, как можно было придумать мечту, договориться друг с другом и эту мечту воплотить. В прошлом году, в 20-м, МЖК 1 исполнилось 40 лет, но подробно о том, что здесь происходило, почему это важно, расскажут мои коллеги из Ельцин-центра. Мои коллеги, связанные с проектами Индустриальной гееналии Светленного искусства. И, собственно, на самом-то деле главные герои нашей сегодняшней встречи, люди, которые МЖК строили, и помнят, каким была эта мечта, и как она претерпевала самые разные изменения, и как она воплотилась, и что мы видим сейчас. Поэтому я рада вам представить Людмилу Старостова, у автора проекта МЖК 1880, руководителя отдела развития музея Бориси Ельцина. Валя Ануфриева занималась диктурированием театральных перформансов, которые, на мой взгляд, вообще обцеплены статистические проекты, потому что люди пустили свою жизнь ее это все реализовать. А Валя имеет отношение к проекту гееналия. И, в общем-то, правильно ли говорить, что у нас нет проекта гееналия? Да, на самом деле. Да, да. Ну и, собственно, чтобы правильно представить строителей МЖК, я дам слово для МЖК, потому что она скажет все регалии, и точно ничего не будет. Да, сегодня нам на презентацию проекта пришли два старожила, два строителя МЖК, два очень активных участников этого движения в МЖК-1. Владимир Иванович Попов, который работал на телевидении МЖК. Это было первое кабельное телевидение в городе, которое не только транслировало какие-то фильмы, но и занималось производством собственных программ, освещало жизнь в деятельности МЖК. Владимир Иванович создал и вел собственную авторскую программу «Политклуб», о чем он и расскажет. И Виктор Федорович Кондратьев, который тоже строил МЖК, был активным участником арт-комитета и предложил в свое время проект «Страфы здоровья», которая даже начала реализовываться, но в силу наступившей эпохи реформ, осталась в незавершенном виде. Но сегодня Виктор Федорович является председателем ТОС «Каменные палатки» и занимается тем, чтобы эту идею все-таки воплотить, а кроме этого завершить реализацию архитектурного проекта МЖК, который предполагал, что здесь будет сквозной бульвар, связывающий все постройки этого комплекса. И сегодня этот проект тоже претерпевает некоторое переосмысление, но тоже будет реализован. Ну и находимся мы все в амфитеатре МЖК, который по плану, по генеральному плану этого района не был предусмотрен, но возник как креативное решение ситуации, когда возникали при строительстве большие отваг грунта и было решено сделать вот здесь такой интересный рельеф и общественную зону, центр встреч МЖК. И в 2019 году происходила реконструкция этого сквера, в процессе которой Виктор Федорович тоже принимал очень активное участие. То есть я представила наших МЖКовцев и, наверное, сейчас пометиться за летом метро. Я вам правила рекомендую лебедкуность. Я тебя 혹ствие número 7 Simon, появиться за летом метро, можно поделиться за летом, прицепия это мяква. Продолжение следует...